Думал, ошибаюсь, но как-нибудь... Ну это не надо, надо смотреть. Господь не на чувства наши смотрит, а на веру. А по чувствам бывает так, и по запаху, и по недовольству, по личным мнениям каким-то в храмы ходить. Надо, надо молиться. Беспорядок, торговля, в уголочник встань и молись. Ничего нельзя сделать. Это время такое наступило. Они крестят как попало, не крестить. Если они торгуют, десятину им не отдавать, а один найдешь кому отдать. А вот я хотел вопрос такой. А можно перейти в другой храм, например, в зарубежную церковь? Я советов не могу давать, я никого не знаю. Почему-то мне Господь как позволил быть здесь. Мы в самом начале зарегистрировали от русской православной зарубежной церкви. И нам идти туда никак нельзя. У нас хорошие отношения. Бог дал такого здесь митрополита, это не скажешь. Как отец родной, вот от Сергии. А вот до него были отношения другие. Ну, теперь я пойду, куда я пойду, к кому, зачем. У вас в Рубцовске одна обстановка, здесь другая. Вот понимаете, вот был до митрополита Сергия Максим такой. Да, Дмитриев. А, его перевели. Да, в Липецк. Не знаю, может быть я, прости Господи, ошибаюсь, но слава Богу, что перевели. А сейчас стал епископ Роман такой. Я знаю. С Коробейникова. Да. И, я не знаю, может быть я, прости меня Господи, нельзя говорить на сан, но он еще похлеще, чем Максим. Да. Он был в Коробейниково. И мы туда приехали, раздавали Евангелие, Новые Заветы. Я подарил там 450 Новых Заветов. Кстати, я видел ваш, когда вы евангелизировали. Да, а он только одно. Игнатий Тихонович, прошу, уезжайте отсюда, уезжайте. Я говорю, так просили жители Гадаринска, когда свиньи утонули их. Господи, уйди, уйди, уйди. И он вызвал милицию на нас, и все, я его знаю. Но я ничего не могу делать, кроме того, чтобы молиться. Благослови его, Господи. Нам дано благословлять, а не проклинать. А вот еще один вопрос. Вот мне один спросил, а к вам можно приехать на службу там или там? Можно было бы приехать, если мы ближе были знакомы, и вы были с бородой. Безбородой мы на ходу нету. Пойди, еще курите. Нет. Нет. Я, вот у меня был... А зачем бороду бреете-то? У меня, вот после вашего ролика, когда вы общались по скайпу, и когда крестили вы, ну, общину свою с бородами, мне только тогда открылось. Она открылась тогда уже сколько времени? А почему сегодня-то безбородой? То... То есть открылась, а продолжаешь идти слепым путем. Вот вы знаете, вы зайдите в храм, пройдите весь храм один, другой. Христос с бородой, пророки с бородами, апостолы с бородами. А вы кто такой? Ян Кронштадтский, Гурьянов, там этот... Сколько здесь было-то их? Ну, крестьянки нас все до одного с бородами. Бог так сотворил. Вы зачем искажаете этот образ? А-то Бог так сделал. Это язычество. Видите? Мы за собой должны смотреть. У нас безбородые, как хрещение, никогда не подойдут. И разговаривать мы не будем. А он самым малым не верен. Тут не надо никакого таланта. Просто бритву выброси, все. Я просто вас увидел своими глазами, своими ушами, услышал. Теперь я буду отращивать. Выброси сегодня же, сегодня. Я поеду в Рубцовск и выброшу. Мы должны знать вашу биографию, все узнать. И тогда мы посмотрим. Кто-то за вас должен походатайствовать, близкие ваши знакомые. Мы очень строго смотрим за этим. У нас посторонних не бывает. А если мы узнаем человека, то еще ни к чему не принуждаем. Это означает, только разрешили прийти. Не больше. У нас же вот в университете я был, и кто-то курит, запах есть. Мы его предупреждали. Не послушал, мы отказывали, и на проходной его уже не пропустят. У меня как бы, знаете, Бог, знаете, как вел. Меня сначала к баптистам. Я там покаялся слезно. Как бы рождение у меня произошло там, у баптистов еще. А потом в православие так повел. Ну вы знаете, с баптистами, это у нас тот второй том. Беседа с сектантами, с четвертым. Каждый том определенная тематика. А вот двадцатый том, это беседа моей с Александром Менем. Это нигде нет такого. Почему? Потому что это мои личные с ним беседы. Так почему меня и побудил к вам дух приехать? Книг таких не видят. Вот этот один том зеленый. Это полностью разбираю Коран, Пасурам и Аятам. Вот он лежит. Каждый том 759. Ну а вы говорили. Ну да. Определенно. Вот это желтое, это старобрящество. Как с ними беседовать. Вот это золотое золото любят евреи. 23, 24, 25. Три тома про евреев. Талмуд. 12 томов разбирается. Ну это же первый, первенец народ Божий. Но такого нигде нету. И это ниоткуда не списано. А они тоже можно купить их приобрести? Можно, берите, пожалуйста. Ну только не сейчас, потом можно будет? Можно будет потом. Как-нибудь списаться? Если буду, значит, я ничего не могу сказать. А вот, Игнатий Тихонович, ну а вот вы говорите, все равно надо ходить в храм, да? Ходить обязательно. Благодать, она есть Божия. А я вот в Иезекииле читал, когда Бог не только от храма отходил, а от всего города Иерусалима. Да. Ну то есть благодать бывает уходит, да? Да. Но, и ваш ролик еще увидел, что, это говорит, захватили пираты корабль Божий. Да, да. А мы должны работать, пиратов обращать. Ну а почему происходит такое томление духа? Раньше такого как бы не было. Ну хорошо. У нас был такой епископ. Отношения были очень неправильные. Господь прислал другого, мы молились. Такого, даже я не знаю, у какой епархии есть такой, как у нас митрополит. Отец родной, в Потеряевку 150 километров, в непогоду, на День деревни, на престольный праздник приедет. И не просто приедет, а с собой сколько и там и хористы приедут. И вообще, в Народной линии запросили обо мне характеристику, так даже думать не надо, в прошлом даже строчке написал. Такое, что это исповедник Игнатий, пожилой возраст, требует уважительного отношения. Ни догматических, ни канонических нарушений не выявлено. Ну, просто с этой характеристикой вообще. А я видел ролик, когда он, говорит, красавицы привозил туда, в Потеряевку, или где вы служили, в Потеряевке, наверное, да, служба была летом. Вы говорили, когда еще снимали, я ролик прям, я прям был, вот это да, сразу земля и небо, вот, митрополит, видно, что, как бы, родеет о слове Божьем. Это, это все, это Бог по молитве, я еще раз говорю, мы молились и Бог дал, никому не дал, а нам дал. Слава Богу. Потому что мы молились об этом. Так, забирайте книги, мне звонят опять уже. Все, вам да, идти уже надо, да? Да, сейчас. Ну, а если что, если приехать, то надо с нами. Можно, говори. Добрый. Так, можно обратиться. Я, правда, перешел в другое здание, тут приехали, Савуцовский. Сейчас-то я узнаю, я в другой дом зашел, сейчас тут, приехали ко мне тут, из другого города. Да, ну, через 5 минут, примерно, 7 минут. А можно я с этим? Все. С этой бумажкой можно, да? Да, 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 берите. Так, вывести нужно будет. Если веревочки нужны, можете брать. Так, вот сегодня вы взяли 10 письмного православия. Это вот эти люди. Я видел ролики ваши, вот в этом здании вы и молитесь, и общаетесь. Да, 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 уходим давайте скорее, меня ждут. Ростелеком беспокоит, чтобы перезвонить мне там, где пришли мастера. Вот сегодня у нас 26 февраля 2019 года, вторник. Ну, вот приехали за книгами Савуцовского и ростелеком. Так, наголо что-то наденьте обязательно. Я вам говорил уже один раз. Ну, в общем, это остается так, за вами. Если дальше будет, вот здесь, думали вы прийти, взять эти. Это 24, кажется, полностью с половиной тысячи. Все книги. Вот эти вот стоят 600 рублей, а в твердом переплете 700. Все. Геннадий Тихонич, а вы выставите этот ролик? Обязательно. К утру, может быть, смотреть будете. Если как они мне направят сейчас мой этот аппарат телевидения. Вас как звать, минутку? Юрий, Юрий. Юрий, вы не таитесь нисколько? Да нет. Ну, вот так. Открыто с миром. Ну, открыто, да. Вообще нам таится, то мы не воруем свое. Ну, конечно. Да, боже упаси, я это. Да, отлично. Все. Провожаю вас, закрываю. Так, ребятам своим поклон передавайте. Все, до свидания.